В этот день, 23 марта 1876 года, Павел Яблочков, военный инженер и изобретатель, запатентовал электрическую лампу. 23 марта 1983 года был запущен космический ультрафиолетовый телескоп «Астрон». Результатом его работы стало получение спектра сотен звезд, десятков галактик, комет. В этот день, 23 марта, родились Федор Ростопчин, русский государственный деятель, градоначальник Москвы во время войны 1812 года. Генерал-губернатор Санкт-Петербурга Петр Толстой, военный деятель эпохи Наполеоновских войн. Феликс Юсупов, последний из князей Юсуповых и участник убийства Григория Распутина. Анатолий Лепедевский, летчик, он первым в истории получил золотую звезду, героя Советского Союза. Анатолий Лепедевский, кубанский казак, человек широкой натуры, вихрастый, плотно сбитый крепыш. Свой путь в авиацию начал в родной мне ленинградской школе теоретического обучения. Терки. Но если я в терку пришел прямо со школьной скамьи, то Анатолий до нее поработал в кузнице в списарной мастерской, на маслобойном заводе помощником шофера в автобусе. Когда по стране прокатился клич «молодежь в авиацию», Анатолий осуществил свою заветную мечту – стал летчиком. Так вспоминал коллега, генерал-полковник авиации Каманин. Рожденный в потомственной семье священнослужителей, Анатолий понимал, что двери многих советских учебных заведений для него закрыты. Поэтому он решил начать свой жизненный путь с рядовых профессий, чтобы зарекомендовать себя для поступления в военную школу. Я мечтал стать моряком, хотя детство и юность прошли в степной кубанской станице Старощербиновской. Тельняшки, бушлаты, бескозырки с золотыми буквами – надо ли говорить, как действовали они на впечатлительные мальчишеские души. Позже, работая на маслобойном заводе, я обратился в комсомольскую организацию с просьбой дать направление на флот, а мне предложили идти в авиацию. Так утверждал в интервью Липедевский. Неизвестно, дослужился бы он до капитана, но 16 апреля 1936 года все советские газеты напечатали информацию о присвоении 31-летнему летчику нового звания – Героя Советского Союза. Награда была заслуженной. Получив приказание вылететь в район бедствия для спасения разбитого парохода «Челюскин», летчик прекрасно сознавал всю опасность положения. Погода была, мягко сказать, нелетная, с нулевой видимостью. 29 раз мы пытались пробиться сквозь пургу и туманы в тяжелейших условиях Заполярье, и все безуспешно. Наконец, удача. Солнце, тишина, но страшный мороз 40-45 градусов. Мы всматривались до боли в глазах и, наконец, прямо уперлись в лагерь Шмидта, вспоминал Лепедевский. При этом у воздушных асов не было ни застекленных кабин, ни радиосвязи, ни даже пластиковых очков. Для защиты от 40-градусного мороза на голову наматывалась овечья шкура с прорезями для глаз. Но даже в таких условиях Лепедевский совершил невозможное. Посадил самолет на льдину, размером 400 на 150 метров, где его ждали 10 женщин и двое детей. А его героическому примеру последовали другие товарищи из спасательного отряда. Все вместе не собрались уже в Москве, на приеме в Кремле. Подошел Сталин. Что ж вы, летчики, пьете по такому торжественному случаю нарзан? Надо пить вино. И добавил парадоксальные слова, обращаясь к Лепедевскому. Запомни, Анатолий, я знаю, что твой отец был поп, я сам почти поп, недоучившийся. Так что можешь ко мне всегда обращаться по любому поводу. Герой не замедлил попросить разрешения на поступление в военно-воздушную академию. Куда его не брали из-за неподобающей анкеты. Правда, вскоре из подачи того же Сталина о Лепедевском перестали упоминать в прессе. Причина забывчивости выяснилась позднее. Генерал-майор авиации входил в состав рабочей группы по испытанию ядерного оружия. И по понятным причинам, его фамилия, как и деятельность, стали носить секретный характер. Но для всех спасенных челюскинцев и советских граждан Лепедевский навсегда так остался одним из символов эпохи. Мужественным пилотом, с честью исполнившим свой военный долг. И спасший десятки жизни всех тех, кто не сдрефил, не дождался помощи с большой земли.